Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня у нас довольно необычная посылочка. Все потому, что пришел мой первый заказ из сайта iHerb. Многие меня давно спрашивали, почему я еще ни разу не заказывала на этом сайте. На самом деле все очень просто. Меня кто-то очень давно напугал тем, что там нужно перед заказом оформлять какую-то специальную кредитную карту. В общем, там очень все заморочено. На самом деле там точно такая же форма заказа, как с Алиэкспресс. Только посылка к вам приходит уже через 2 недели, причем сразу же по вашему адресу на почту идти не нужно. Предварительно я подкопила денег специально для этого сайта, для того, чтобы заказать все, что обычно показывают блогеры в камеру. Ну, в общем, то, что я давно себе хотела. Итак, давайте начнем с еды, часть которой мы уже благополучно с Серегой попробовали. Первое, что я заказала, это вот такой вот какао с маршмеллоу от Nest Lab. По совету Елены 864, она говорила, это мега вкусная, классная штука. Такой тянучий, густой какао получается. Единственное, вот эти вот кусочки маршмеллоу, они почему-то растворяются в кипятке. Я думала, они прям будут кусочками сверху плавать. Следующее, что я заказала, это фисташки. Конечно же, как сделать заказ на iHerb и не заказать орешки. Дико мне хотелось попробовать американских настоящих фисташек. Я взяла вот такие вот, они жареные идут с солью. Мы уже съели, вернее, я уже съела практически всю пачку. Здесь ушло 340 грамм. У нас аналоги стоят значительно дороже. Честно, на вкус не сильно отличаются от наших. Единственное, они немножко суше, как будто слегка пережаренные. Но в целом, они внутри правильного такого фисташкового цвета. Все как нужно. У нас прям очень их любят локи. Может слопать штук 5. Он сейчас у меня спит на руках. Надеюсь, он не услышит запах. Далее в отделе приправ я решила взять их бестселлер. Это вот такая вот сушеная смесь из чеснока и травок. На самом деле, очень вкусно с жареной картошкой. И самое интересное, что под действием температуры, когда у вас еще томится все под крышкой, вот эти вот кусочки чесночка, они открываются, становятся больше. И это добавляет прям неимоверного аромата. Двигаемся дальше. И я решила взять пробовать их черный чай. Очень удобно, что на упаковке к каждому виду чая прилагается вот такая вот шкала, где отмечен уровень крепости. Мы уже один раз пробовали этот чай с Серегой. На самом деле, он сильно отличается от того черного чая, который приходит к нам. Он намного мягче. Он не такой терпкий и горький. Прям можно пить без сахара и лимона. Он сам по себе неимоверно вкусный. Такой мягкий. Забыла вам показать еще в распаковке вот такую вот пищевую добавку. Это омега-3 рыбий жир. Из-за того, что на момент съемки я уже начала его принимать в баночке 100 вот таких вот мягких капсул. На самом деле, они слегка крупноватые. И глотать их сложновато, но можно привыкнуть. Прям экстренно начала принимать. Все потому, что у меня начали сильно выпадать волосы. Прям во время мытья пучками вылезали. Пила я по две вот таких вот капсулы в день. И на третий день я уже увидела эффект. Я сама была в шоке. Вот серьезно, выпадение сократилось почти в три раза. Теперь хочу допить эту банку до конца. Дальше переходим к косметике. И я решила ее взять вот такими вот маленькими наборами. Например, хотела бы протестировать косметику от ELF. Это американская бюджетная марка. Что-то по типу нашей Essence. Они у нас тоже представлены, но цены в разы выше. Я взяла, конечно же, тональную основу. Это BB-крем даже. Ауч! Созелоки на него коробка упала. Спрей-цепрепитель макияжа. Это мой первый. Я еще никогда ничего подобного не пробовала. Будет интересно, думаю. Конечно же, палетку теней. Надеюсь, они матовые. Мы все вместе с вами это откроем в отдельном видео. Напоследок у меня остаются вот такие вот кремовые румяна. Тоже у меня еще никогда не было кремовых румян. Обязательно попробуем. Посмотрим, как это будет выглядеть в общем целом макияже. Следующий мне выбрала целый набор вот такой вот корейской оригинальной косметики. Я уже много чего пробовала на Алиэкспресс. В частности, их подделки, их реплики. А сейчас я прям очень хочу попробовать настоящий оригинал. О чем я говорю? Конечно, локи. Конечно же, самые лучшие патчи корейской косметики от фирмы Secret Kit, которая называется Gold Raccoon. Я прям их больше всего ждала с ЭД посылочки, но, как всегда, по закону подлость. У меня эта упаковка пролилась. У меня даже в коробке осталось такое мокрое пятно. Они, конечно, уже слегка суховаты. Прям очень обидно, потому что этот продукт я хотела пробовать локи, а дальше коробку. Я же говорила, сейчас он учует фисташки. Столько уже о нем говорили, что он прям самый лучший. А вы знаете мою проблему с синяками под глазами. Еще я не пробовала вот такой вот крем для рук в виде банана от Тони Молли. Называется Hand Milk Banana. Мне просто интересно, как это пахнет. Давайте прям при вас открою. О боже, ну эта упаковка божественная. Просто этот банан просто нечто. Обязательно буду тестировать, пробовать. Опять же, от Тони Молли взяла вот такую вот томатную маску. Хочу очень попробовать. Она, кажется, очищающая. Просто посмотрите на вот эти вот упаковки. Оно невозможно выдержать. Я на iHerb, честно, еле себя сдерживала, чтобы там не скупить все от Тони Молли. Еще от Secret Key я взяла вот такой вот лимонный пилинг. Еще запечатанный не пробовала. В корейской косметике вроде бы все, но не все в моей посылке. Я же говорю, что я там нормально так разбулялась. Что касается ухода, взяла еще вот такую вот маску для лица. Гавайскую, кажется. Она у нас в разделе популярная была. Пришла пробовать. Еще не открывала. Давайте что-то понюхаем, как она пахнет. Должно быть прям мега классно. Она гелевая. Такая зелененькая. Веганская, кстати. Пахнет особо никак. Ну, в общем, будем тестировать. Я обязательно вам все расскажу, покажу. Это такая предварительная распаковка. Опять же, по совету блогера одного, которого я упоминала раньше, взяла вот такую вот маску для волос от Desert Essence. Она у нас виноградная. Она говорила, что она самая лучшая. Прям не терпится пробовать, действительно ли она так хороша. Локи меня кусает за ногу, но я прям не могу отстать от этого запаха. Надеюсь, вы еще не устали, потому что посылочка все никак у меня не заканчивается. Дальше взяла вот такую вот сыворотку для волос. Она, кстати, посмотрите, как хорошо упакована, в отличие от патчей. Ладно, не будем о плохом. Это она у нас для выравнивания структуры волос. По-моему, она еще идет с термозащитой. В общем, протестирую, попробую, как она будет. Я как раз хотела для лета, потому что волосы начали дико пушиться. У меня осталось в коробке всего два продукта. Я не знаю, для чего я это взяла. Это трехступенчатый уход. Здесь у нас маленький квадратик с очищающим средством. Здесь, походу, сыворотка и внизу тканевая маска. Прям на выходных очень хочется попробовать такую штуку. И, конечно же, и, конечно же, Кармекс. Первый раз в жизни буду пробовать. Взяла вишневый, потому что знаю, что классического не очень хороший запах. У меня постоянно облазят кусками губы. Моей маму это дико бесит. Посмотрим, как это работает. Прям очень не терпится. Честно скажу, прям не верится, что я держу вот такие вот продукты у себя в руках. Еще недавно я смотрела обзоры на них через YouTube, кстати. Наконец-то я насобирала на какую-то нормальную косметику, а не с Алиэкспресс. В общем, все. Моя посылочка закончилась. Коробочка у нас благополучно пойдет в подарок Локи. Он прям ждет и дождется. Надеюсь, вам понравится видео с распаковкой уже с iHerb. Если это так, напишите мне в комментариях. Я буду стараться заказывать там чаще и снимать чаще такие видео. А я пойду тестировать это все добро. Вам огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok